Лошади уходи! Эта фраза из легендарной комедии «Джентльмены удачи» будет не раз сегодня звучать на стадионе Таврического сада. И лошади пойдут, и не только они. Речь идет о матче по живым шахматам. Он приурочен к международному дню, посвященному этой древней игре. В нашей студии глава администрации Центрального района Елена Федорова. Елена Владимировна, доброе утро! Доброе утро, Мария! Доброе утро, Нькай! Доброе утро! Рады вас видеть здесь. Шахматная доска — это одно дело, да? Они бывают такие миниатюрные, можно и в дорогу взять, и самому с собой сыграть. Другое дело — живые шахматы. Расскажите, как это будет выглядеть сегодня? Какие живые фигуры в чем исполнение будут ставить шахматы? Мы сегодня в Таврическом саду будем проводить турнир по шахматам живым, как вы уже сказали, на шахматных полях. И у нас шахматными фигурами будет молодежь, которая, собственно, выступила с инициативой проведения таких мероприятий. В прошлом году мы провели первый раз. У нас была большая заинтересованность, пришло очень много и наших жителей, и вообще гостей, которые были в это время в Таврическом саду. И мы решили повторить в этом году. Вчера прошло у нас такое премьер-приятие по живым шахматам. Фигуры размялись. Конечно, чтобы можно было посмотреть, как это все будет. Все вспомнили, интерес еще больше подогрели. И сегодня мы уже будем проводить это мероприятие в Таврическом саду. Приглашаем всех. Это всегда очень увлекательно, интересно. Вообще игра, на самом деле, очень такая не только спортивная, интеллектуальная, но и с такими, можно сказать, изюминками искусства. Потому что каждый шахматный расклад – это уже такая больше философия, наверное. Будет одна шахматная доска в увеличенном размере или несколько площадок? Две. Будет два шахматных поля, соответственно, будет классическая шахматная доска, тоже две. И за обычной шахматной доской будут играть у нас наши шахматисты разных возрастов. В прошлом году у нас были такие соревнования между возрастом детским и уже взрослым. Грайсмейстеры играют. И, соответственно, чтобы это было максимально интересно. И, конечно же, детей привлекать. У нас очень много детей занимается в шахматных секциях. Это здорово. Это действительно хорошая игра, которая развивает логику, абстрактное мышление. А кто из них получил право все-таки командовать парадом? Грайсмейстер-то в данном случае. Если молодежь – это команда, они же не могут сам конь пойти, куда ему не сказали. Это как раз будут те игроки, которые сидят за классической шахматной доской. То есть они ходят. И этот ход живые шахматы дублируют. Есть ведущий, который говорит, какой ход. Мы все прекрасно знаем, чей, как. Это все у нас дает возможность. Точно такое же шахматное поле у нас будет повторять. Поэтому игроки уже вчера, как я уже сказала, потренировались. Все вспомнили. Сегодня у них все получится хорошо, я уверена. В Петербурге богатая история живых шахмат. Какой опыт прошлого вы взяли и перенесли в 21 век? Вы знаете, вообще такие вот живые шахматные турниры были еще при Петре Первом. Он достаточно активно проводил такие игры и распространял их среди людей, чтобы тоже играли. Но по фотографиям те истории, которые запомнились, это, конечно же, игра в международный день шахмат 20 июля 1924 года на Дворцовой площади. Это была такая грандиозная игра уже с пушками, с конями, с всадниками. Да, интересно. Конечно, через сто лет, наверное, было бы интересно повторить. Тем более у нас в следующем году будет юбилейный год. 30 лет со дня объединения трех районов Дзержинского, Смолинского и Куйбышевского в единый центральный. Как его знают, конечно, центрального гораздо больше. Но вот как центральный район он сформировался в 1994 году. Поэтому вот, может быть, мы спросим наших жителей и наших жителей Санкт-Петербурга, гостей, хотели бы они видеть еще раз подобного рода игру на Дворцовой площади. Но, конечно же, у нас большая заинтересованность. Мы в прошлом году возобновили в целом турниры в скверах, парках, садах. У нас еженедельно проходят турниры, у нас проходят кубки Овстяниковского сада, Таврического сада. Вот буквально в воскресенье у нас был кубок Михайловского сада. Спасибо, Русскому музею всегда поддерживают инициативу. Мы проводим в прекрасных локациях в центральном районе. А присоединиться могут только жители центрального района? Или есть какая-то запись для других? Вы знаете, мы рады всем. Абсолютно. Мне кажется, центр города, он привлекательен абсолютно для всех. И принадлежит всем, хочется сказать. И принадлежит абсолютно всем. И здесь, чем больше людей заинтересованных будут приезжать на такие прекрасные мероприятия, тем больше мы, конечно же, будем их проводить. Мы всем рады. И обязательно всех встретим, запишем. И у нас инфраструктуру мы развиваем для того, чтобы всем было удобно, комфортно и хорошо. Ну и, конечно, пожелания тоже принимаем, если будут какие-то еще, может быть, по формату проведения мероприятий. Ирина Владимировна, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Действительно, будем ждать аналогию с 1924 годом. Спустя 100 лет на Дворцовой площади живые шахматы. Я думаю, что каких-то веских причин сказать нет этому событию. Просто нет. Продолжая сегодняшний день, если партия живых шахмат может затянуться, все-таки надо быть гроссмейстером, надо смотреть на 2-3-4 хода вперед, но при этом, друзья, вам не терпится все же сыграть и обязательно выиграть, то наш телеканал совместно со Спортивной Федерацией Шахмат Санкт-Петербурга сегодня вечером проводит Блиц-турнир. О его особенностях уже готов рассказать Алексей Савельев, ведущий специалист по организации спортивно-массовых мероприятий Спортивной Федерации Шахмат Санкт-Петербурга, международный мастер по шахматам. Доброе-доброе утро. Доброе утро, Мария. Доброе утро, Николай. Алексей, Блиц-турнир. Сколько времени есть на игру? За какое количество секунд надо решиться и сделать шаг к победе? Правильно сказали. Турнир на пункте федерации Санкт-Петербурга пройдет в шахматном клубе «Нервный всадник» этим днем, в Международный день шахмат. Турнир пройдет по классической швейцарской системе, так называемой, в 11 туров. По поводу времени, контроль времени, 3 минуты дается каждому участнику, и с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход. Ну, образно говоря, одна партия продлится около 10-15 минут. Может ли принять участие любой желающий? И скажите вы, как мастер, как добиться успеха в этом виде шахмат? Да, мы рады всех детствам, это наше мероприятие, участвует любой желающий. По поводу достижения необходимо, конечно, иметь склонности к этому, да, и опыт, опыт трудолюбия, усердия никуда не будет. А вот что здесь может помочь? Заучивание каких-то комбинаций или какая-то такая прозорливость, порывистость и действия согласно импульсу? Я бы сказал, что все вместе. Нужно и стремиться идти в атаку, в огонь атаки, идти на соперника, но также и нужно чуть-чуть хладнокровнее расчет, расчет бюджетных вариантов. Алексей, благодарим вас за включение в нашу программу. Напоминаю, что турнир на кубах телеканала Санкт-Петербурга, а не, как в известном фильме, который мы вспоминали, мат, отдавайте пиджак. Не на одежды играем, играем на кубки, на медали и на, конечно же, спортивный интерес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!